И снова здравствуйте, всем привет! Давайте в этом ролике добавим персонажа. Это будет как бы первая часть, и последующие настройки уже будут потом с поступлением информации полной, которая будет проанализирована, и потом я уже постараюсь всё это дело показать. Но пока, значит, первая часть, как добавляется персонаж. Погнали! Значит, есть локация. Добавляем файл импорт, значит, добавляем FBX персонажа с анимацией, какой-нибудь. Так, ну давайте какую-нибудь, пока простенькую походку, потом уже можно будет добавлять, где он там стрелять будет, да? Или нет? Давайте, наверное, сразу подвинтовку, сразу подвинтовку сделаем, потом, чтобы как бы ролики дальше шли. Добавление винтовки, добавление настройки какой-нибудь, значит, FBX и, по-моему, вот это риф. Да, вот оно, он бежит, значит, с винтовкой, и будет потом как бы по нашему персонажу стрелять. Или настройка будет, где он будет стоять, значит, да? Подальше где-нибудь там от персонажа. Так, если он выпрямится, чтобы он как бы по размеру был нормальный. Так, опускаем. Так, ещё опускаем. Где он тут? Земля, почва. Всё, вроде бы провалился. Вроде бы нога уже тут. И давайте его привяжем в файл setorism, ну, пускай будет к 3D курсору. Угу. Если что-то пойдёт не так, то привяжем уже, значит, к геометрии. Так, теперь нам нужно добавить вот эту всю анимацию по прошлым роликам. Выбираем, значит, rig, заходим в допшит, и у нас появилась вот эта анимация. Ставим. Это будет, значит, у нас какая штука? Идёт, стреляет, да? Враг. Стреляет. Enter. Запоминаем, сколько у него анимации, значит, у него 53. И чтобы она начиналась с нулевого. Значит, 52. Так, теперь заходим в logic basic, вот этот. И что нужно сделать? Так, теперь нам нужно посмотреть таймлайн. Так, на таймлайне он должен стоять на нулевом кадре. Вот теперь заходим в logic basic. Добавляем shift A, добавляем mesh, добавляем cube. Вроде бы, как бы, можно без куба это всё дело делать, но давайте, как бы, по информации, которая пока есть, да? Переключаем его на бонс, ну, чтобы был прозрачный. Так, теперь, значит, уплотняем по форме нашего персонажа. Приподнимаем, допустим, его кверху. Так. И уплотняем ещё так. Опа-на-а. Ну, желательно, конечно, чтобы он весь был в боксе, да? Значит, чуть побольше. И здесь, конечно, можно чуть пониже опустить его. Так, бокс у нас изменялся. Значит, Ctrl-A. Добавляем изменение Skyl размера. Так, тут чуть-чуть, наверное, чуть пошире и чуть-чуть подгоним. Ctrl-A. Опять же, Skyl. Так, и можно Ctrl-A, даже вот Alt-Transform. Все трансформации применить. Локацию, ротацию, если вы будете применять. Так. Что ещё? Значит, теперь нужно на бокс ставим физику. Физику ставим, вроде бы, пока динамику. Потом, если что, изменим. Так, теперь, чтобы не было внутри у нас неприятностей, и нужно всем вот этим объектам поставить No Collision. Так, всё это дело выбираем. Так, у него тут присутствуют, значит, усы. Присутствуют глаза. Тоже No Collision. Все-все-все детали должны быть без коллизии. Даже зубы. Так, надеюсь, нижних нет. Так, ну, вроде бы, как бы, вроде бы всё. А вот ещё плащ No Collision. Проверяем. Всё нормально. Так, теперь убираем, значит, наш риг и вяжем через Shift к хитбоксу, вот к этому. Ctrl-P, Object. Выбираем хитбокс вот этот, и нужно его найти. Вот он. Куб-куб-множить 6, да? Там пишем, допустим, хитбокс 2, пускай будет. Хитбокс 2. Так, следом, что нужно сделать? Давайте уже его, как бы, пробовать настраивать. Так, значит, что нам понадобится... В одних роликах, значит, ставят Always всегда. Ну, давайте попробуем сначала всегда, потом включим вот этот XOR, подключим его, и подключим, значит, Steering, вот эту всю штуку тень. Теперь здесь Target Object, это будет у нас хитбокс вот этот, значит, нашего персонажа. А вот здесь Navigation. Нужно сделать вот эту нашу территорию, по которой будет персонаж, значит, ходить. H, закрываем небо, семёрка на нападе, и у нас есть локация. Выбираем локацию, заходим в Edit Mode. Так, теперь, значит, что нужно сделать? Так, так, так. Подождите, у меня, по-моему, тут уже земля есть. Да, земля есть. Делаем, короче, дубликат. Давайте сразу покажу, как всё это делается. Так, Edit Mode. Заходим, делаем английскую C, и, допустим, выбираем, ну, те полигоны, допустим, где будет ходить наш персонаж. Вот это. Вот. И делаем такую штуку. Делаем Shift D, щелчок, и делаем P Selection. Получился у нас вот такое вот, как бы, пространство, да? Object Mode. Можно потом посмотреть, может быть, тут подразделить, где-то что-то повырезать, дома, чтобы он заходил по дорожкам, потом сделать дорожки в двери, там, или ещё что-то. Ну, пока вот в таком духе. Так, вот этот полигон, да, вот эти два полигона, по которым он будет передвигаться, нужно настроить. Заходим в настройку сцены и находим функцию Build Navigation. Ставим её, нажимаем, и у нас должен появиться сейчас Nav Mesh. Вот он его сейчас весь просчитает. Итак, всё просчиталось, теперь у нас появился вот этот Nav Mesh. Вот здесь он находится. Так, вот это он у нас и есть. Вот эта штука, это у нас, кто у нас тут? Земля. Но это у нас, как бы, просчитанный Nav Mesh. Так, теперь, что у нас? У нас есть персонаж. Вот этот, с хитбоксом. Так, теперь, нужно выбрать этот хитбокс, поднять вот эту рамку, и вот здесь поставить вот этот наш Nav Mesh. Вот мы его убираем кисточкой. Так, не выбрался. А ну-ка. Значит, будем выбирать из списка. Находим, где он. Клмн. Наумэш. Так. Наумэш один почему-то. А, у меня два их, да? Значит, один можно удалить. Должен остаться второй. А ну-ка. Не выбирается. Так, парадонти. Вот он. Смотрим из списка. Так, так, так. А, парадонти. Наумэш. Я назвал этот. Всё правильно. Это у нас, значит, вот это будет земля. Так, а вот это будет наумэш, да? Так, а ну-ка, пробуем. Наумэш. Вот он. Вот этот установился. Так, а это у нас хитбокс. Попутал я, значит. Там. Так. Наумэш. И теперь смотрим. Включаем вот этот P. Английское и смоем. Как он себя поведёт. А ну-ка, нажимаем P. И видите, что он идёт не так, как надо. Вот такая штука. SK нажимаем, ждём. Значит, нужно поменять оси. Ставим. Вот здесь у меня, видите, по минус Y он идёт. Значит, ставим минус Y. И смотрим, что получится дальше. Так, а ну-ка, P английская. Смотрим. Он должен подойти к нашему персонажу. Так. Он подходит. Смотрим, насколько высоко он подходит. Возможно, даже нужно как бы хитбокс приподнять. А ну-ка. Смотрим, P английская. И вот он идёт как бы высоковато, да. Так. Почему? Потому что у него стоит динамика. Так. Если поставить сейчас статику. А ну-ка, P. Он идёт как бы на взлёт. Тоже не есть good. Так, 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 так. Попробуем припустить нашего персонажа вот с костями. Так, ставим его пониже. А на хитбокс-то доставим опять назад динамику. Так. А ну-ка. И этот персонаж у нас тоже должен опуститься. Опустился. Но этот идёт у нас вообще земля и небо. Высоко. Так. Если... Так. А кто? Отключить. P английская. Так. Так. Поставить ещё его пониже. А ну-ка. P. Всё. Идёт высоко. Почему? Потому что нужно сейчас вот это всё дело вернуть. И привязать хитбокс. А ну-ка. Это origin геометрии. Во. Тогда P. Всё. Он пошёл правильно. По земле. Запоминаем. Значит, хитбокс привязываем ему к геометрии. А остального персонажа можно привязать значит к пивоту. ставим динамику. Всё. Нормально. Здесь он ходит. Но. Он ходит-то ходит. Но у него получается, что нет как бы анимации. Значит, выбираем rig. Заходим на rig. И ставим, допустим, пока ставим always постоянно. и ставим значит какую штуку. Ставим так. Это у нас motion. Не. Пардонте. Не motion, а у нас message. Не message. так. Так, 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 так. Action. Ставим action. Так. Теперь, значит, на action выбираем анимацию вот эту в рак, волк. Ставим loop stop и ставим 51 кадр, который вначале значит был примечен. Теперь ставим аналитика английская P. И вот он идет уже. Все, тут у него возможно потом будет подключаться анимация, где он будет драться. Смотрим, как он следит за нашим персонажем. Где он там? Где он там? Угу. куда-то убежали. Наверное, там дерутся. И вот у него постоянно стоит анимация значит ходьбы. Это на постоянку. Возможно поставить значит сюда закинуть анимацию, где он просто стоит. Значит, да, где он просто будет стоять. А вот эта анимация будет включаться тогда, когда значит персонаж этот хитбокс будет на расстоянии, которое будет выставлено для того, чтобы этот хитбокс его заметил. Вот как бы так бы я пока себе представляю всю эту штуку. Значит, что здесь на хитбокс возможно еще какая штука поставить не всегда, поставить допустим неар вот этот. А ну-ка смотрим. В неар ставим здесь проперти это плаер, да? А ну-ка плаер. Плаер это у нас значит вот этот хитбокс нашего мастерсона. Так, теперь что у него тут еще есть? У него есть дистанция. Вот она. Так, и дистанция есть, кстати, и тут. Они как бы дублируют reset дистанция, speed тут стоит скорость, velocity, ацелератор. Вот это все тоже нужно как бы настраивать. Так, это кручение видать по осям и здесь ставим дистанция. Давайте поставим 200 и reset дистанция 2000. это видать при этой он его видит, а при этой ведь находит. Ну, давайте потестим, да, как бы что получится. Вот, он, видите, стоит, он к нему не подходит. Почему? Потому что к нему он должен заметить тогда нашего мастерсона. так, как бы по барабану, да, он его заметил, не заметил, но он все еще на месте. Так, а ну-ка, значит, ошибочное для этого действие, значит, вот это штученция, значит, дистанция, ну, пускай будет 1200, да, рейзер дистанция, тут у нас дистанция 1000, велосики, turn speed, можно уменьшить, я так понял, что это скорость, велосики, неизвестно, что такое, save terminated, визуализация, ну, пока все поставлю, да, ацелератор 3, а ну-ка, пробуем P, а, так, это получается, что как бы главный плеер становится, это вроде бы не надо тогда, а, тут инвертировать надо, сейчас, пробуем инвертацию, как бы немножко метода тыка, да, так, пробуем, а ну-ка, P, так, и получается, ладно, если always near, в принципе, то же самое, да, что вот эта вот штука боковая, в принципе, что, тут тоже плеер стоит, тут у нас куб, то же самое, так, значит, вот я пока закрою, вот это закроем, а здесь опять включим XOR, и заново подключим, так, теперь, чтобы все работало, нужно вернуть с того врага, который был раньше, да, сюда, кое-какую информацию, которая будет помогать, значит, убывать вот этим вот, значит, жизням, вот это, вот этот враг должен забирать, значит, жизни, при коллизии с плеером месседж с текстом выбираем, значит, хитбокс вот этого врага, добавляем сюда коллизию, коллизия, сюда добавляем так, это английская плаер, повторюсь, кто такой у нас плаер, плаер, это у нас вот этот хитбокс нашего главного героя, вот этот плеер, так, теперь включаем хитбокс и здесь пока это сворачиваем акцион, акцион нам не понадобится, нам понадобится сообщение, да, мессенджер, мессенджер отправляется у нас у нас на текст сотки, текст 001 с надписью 1 по прошлому ролику, так, и теперь все это дело соединяется, теперь вот это сообщение, вот это сообщение пойдет, значит, на хитбокс, так, на сотку вот эту, с надписью 1, вот он, мессенджер уходит на текст и говорит уменьшить на минус 10 при моем столкновении, вот, с хитбоксом, так, ну, в принципе, все пока, да, вот это настройка пока такая, пусть будет базовая, теперь к этой базовой нужно, где он, как подключается анимация, где он будет просто стоять и потом как будет происходить замечание, да, когда он увидит нашего персонажа на определенном расстоянии, его действия в другой анимации, вот это дело нужно тоже посмотреть, найти, так, если сейчас, значит, ноль на нампаде, давайте проверим как это все дело работает, а ну-ка, пи, о, враг у нас, гляньте, сразу жизни забрал, красавчик, 10 жизней сразу, но он стоит на месте, он почему-то не преследует нашего персонажа, так, в прошлый раз я включал, он преследовал, что происходит, выбираем нашего персонажа, смотрим, так, а ну-ка, пи, английская, вот, здесь он идет, но у него отключилась почему-то анимация, так, она не сохранилась, когда он вылетел, наверное, давайте еще раз поставим, да, вылетел без сохранения, поставим, значит, always, пока пусть будет, да, а здесь будет action, и выберем анимацию, значит, у нас враг, ходьба, и поставим 51 кадр, так, тут у нас property, blending, вот это все chilled, тоже нужно разобраться, что это такое, и вот это, значит, добавить, а пока стоит blend, ну, давайте посмотрим, пока на базовых, вот этих настройках, что он будет делать, а ну-ка, пи, вот, но он как-то быстровато ходит, и потом, когда он, значит, дошел, как бы у него еще должна включаться анимация, что он должен, как бы, наверное, нашего персонажа бить, так, а ну-ка, скорость, значит, давайте уменьшим скорость, так, скорость уменьшается, наверное, на хитбоксе, хитбокс у нас, значит, ну, давайте тысячу, тип спид, ну, поставим 77, акселератор, пускай, ну, пусть будет тысяча, сейчас проверим, что это вообще, дистанция тысяча, плеер, коллизия, угу, погнали, Вова, уже он идет нормально, но у него, значит, пропадает анимация, почему пропадает, потому что нужно выбрать рик, и за место play поставить loop stop, так, ставим P, все, теперь он идет, идет, затыкается, и опять идет, почему это дело происходит, потому что у него что-то с анимацией, заходим, значит, дропшит, да, вот он, ставим на ноль, и у нас, получается, 43 кадра валк, так, а тут еще тогда валк, стрельба, по-моему, должна быть, вот та, наверное, 50, да, это просто валк, давайте, зайдем в лоджик, и найдем тогда валк, стрельба, а ну-ка, где он тут, враг, 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 врага, ищем, А, Б, враг, валк, так, ну, пусть пока валк, то анимацию нужно докидывать, я ее, она, походу, не сохранилась, да, при вылете, так, тогда, пи, и вот он идет, идет, подходит к нашему мастерсону, и, что-то он все глубже и глубже опускается, значит, тогда мы ему поставим на эту не динамику, а поставим характер, а ну-ка, пи, так, характер, он тоже, что-то провалился, прям, нехило, да, а ну-ка, пи, так, но, нехило, а ну-ка, и, но, а ну-ка, нехило, это, а ну-ка, Так, а ну-ка, почему это такая штука? Давайте этот хитбокс поднимем повыше. А ну-ка, пи. По барабану надо поднимать персонажа, да? Ctrl-Z. Ну, давайте его выше поднимем. А ну-ка, пи. Сделаем S. И сделаем Ctrl-A. Так, Skyl. Делаем пи. Во. И тогда нашего персонажа опускаем вниз. А ну-ка, пи. Всё, значит, применился Skyl и всё начало работать нормально. Так, ну этот же гадёныш у нас как бы меньше нашего Мастерсона. Давайте ещё его S поменьше сделаем. И Ctrl-A. Skyl. Ну, как бы, вот так он теперь докасается до нашего Мастерсона. Здесь он его может бить. Вот при касании, видите, что жизни убывают. Когда он будет его бить, тогда уже будет нормально. Так, а ну-ка, он его преследует вообще? Давайте убежим от него куда-нибудь. Ну, куда-нибудь вот сюда. Идиот, гадди. Настырный товарищ. Вот он уже нас как бы преследует, да? Ну, вот представьте себе настроить, когда он будет стрелять. Вообще будет бомба. А мы будем, когда по нему стрелять, будем попадать в него. И опять что-то камера у меня вылетела. Надо, чтобы сзади она стояла. Или поднастроить. Так, это камера верчения. Левая, баттон. А, левая, баттон стоит на верчении. Поэтому, когда я стреляю, кручу, вылетает локальная дрезет. Вот эти тоже настройки нужно проанализировать. Так, ну, так это дело происходит с противником. Дальше нужно будет противнику настроить стрельбу, слежение за персонажем. Потом, значит, пару анимаций, чтобы у него было. Чтобы он стоял, бежал, опять стоял, приседал. Допустим, как это всё дело будет подключаться. Посмотрим, что будет с информацией. Найдётся такая или нет. Ну, нет тогда метод тыка. И чуть дольше будет. Но всё равно, как бы, нажмётся туда, куда надо. Всё, всем пока. До свидания.